Я не люблю Цього року у різних куточках світу відзначили 80-ту річницю від дня народження Володимира Висоцького. Доля Барда, поета і актора була крива і нелегка. За 42 роки життя Висоцький встиг зіграти десятки ролей в театрі і кіно, які полюбились мільйонам, написати понад 700 пісень, що співають різними мовами. Я не люблю, коли стріляють в спину, я так же проти выстрілів в бард. У Коженого із нас свій Висоцький. Висоцький – пріхповець, як би бард. І я считаю, що в ці времена, коли був, ну, як би застой, ну, і справедливості не було, він виступав і не побоялся своє, як би, ну, висловити своє мнення таке. Він мені подобається і подобався, він взагалі, я його знаю, тут пісенні творчість і все. І, ну, книжки, я, чесно сказати, ні де не писала, особливо кіно тільки. Я дуже, дуже, я за. Я справедливо все писав, чи не списав, а пісні сповняв. Все це добре. Дуже така була образована, дуже така, ну, справедлива людина. Це мені дуже подобалося в ньому. Пісні його дуже люблю. І зараз навіть я його дуже часто і пам'ятаю, і співаю пісні, і наспіваю. Ну, все мені дуже подобається. За його таку, знаєте, політику, ну, дуже хороша людина була, дуже хороша. Води збивається все, що пророчиться. Уходить поїзд в небеса, щасливий путь. Ах, як нам хочеться, як всем нам хочеться не умереть, а именно уснуть. На 80-ти день народження Володимира Семеновича Висоцького на Голубих озерах зібрались ті, кому небайдужа його творчість. Ресторан ледь містив усіх глядачів. Тихим зимовим вечором тут звучала поезія та пісні Висоцького. Учасники концерту, що приїхали з Києва, Рівного та Чернігова, представили в програмі лише частинку великого репертуару легендарного виконавця. Колись вони вперше почули пісні Висоцького, які припали до душі. Я став студентом першого курсу одного з вузів міста Києва і познайомився з дівчиною, яка була родом з міста Вінниці. А в неї був знайомий, батько якого працював в органах Комітету державної безпеки, тоді називалось КГБ. Так от, цей товариш моєї знайомої весь час приносив їй бобіни з записами Володимира Семеновича Висоцького, які були записані на бобінах фірми БАС. Я спочатку питав, що це, потім вона мені дала послухати. І так з першого курсу, практично з 1980 року, я слухаю пісні цього талановитого автора, і прозу читаю, і віршів чую. І він мені допомагає знайти відповіді на запитання практично на всі теми, і про кохання, і про дружбу, і про честь, і про практично все. Не то, щоб не знай, Рассказывать нельзя, мой командир, Мені почти що спас. Але хтось на расстріле настоял, І взвод отлично выполнил приказ. Але був один, Который не стрелял. Судьба моя лихая, Давно наперекос. Однажды я зыкая, Добув, да не донес. І особист суэтин неутомимий наш, І ще тоді підмітник і взяв на карандаш. І він вилав от насвет і приволок, Подколотий, підшитий матеріал. Ніхто поделати нічого не змог, Ніць мог один, Который не стрелял. Рука упала в пропасть, Дурацким звуком пли, Залп не вдал пропуск. В ту сторону земли, Но слышу шив, зараза, Тащити в медсамбак. Расстреливать два раза, Пуста бы не веря, А после врать все цокал языком. И, удивляясь, пули удалял, А я в бреду беседовал тайком, С тем пареньком, Который не стрелял. Я раны, как собака, Лизала не лечил. В госпиталях, однако, В большом почете был, Ходил у меня влюбленный, Весь славы женский пол. Эй, ты недостреленный, Давай-ка наукол. Наш батальон геройствовал в Крыму, И я туда глюкозу посылал, Чтоб было слаще воевать ему, Кому-тому, Который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, Со спиртиком пывал, Мне не пришлось загнутися, И я довоевал, В свой полк определили, Воюй, сказал комбат, А что не дострелили, Так я не виноват. Я очень рад был, Но при сепу пня, Я был белугой, И судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, Убив того, Который не стрелял. Мабуть, это было в детстве еще, Мабуть, чула в родинном коле, Бо родина цікавилась музыкой, Виконавцями, Гарною музыкой, Зместованной музыкой. Потім, коли была подлитком, И кохание уже было, У думках, то, мабуть, Лиричная песня мне запоминала, Я так пригадую, Зараз запросили мене заспевать, Взагалі-то, я же свое спеваю, Але з задоволенням, Я переслухала репертуар, И на сегодняшний день выбрала Дві песни, которые мне очень понравились, Одна из них называется Песня про белого слона, А другая песня называется Идет охота на волков. Песня про белого слона, Вона така, дуже добра, Вона така, можна сказати, Навіть дитяча, Про добре велике сердце, Про те, що Про белу ворону, Яка має знайти свою зграю До білих ворон, Мене це дуже зачепило, Тому що, можливо, Я себе іноді відчувала білою вороною. Добрим глазом, тихим нравом Отличался он, І умом, і мастью благородной, Средь своїх собратьев серых, білий слон, Был, конечно, білою вороной, І владыка Індії Былі времена, Мені з уваження, Подарил слона. Зачем мне слон, Спросил я иноверца, А он сказал, Слоне большое сердце, Слон мне белой реверанс, А я ему поклон, Речь моя была не злой и тихой, Потому что этот самый белый слон Был к тому же белою слонихой. Я прекрасно выглядела, Сидя на слоне, Ездила я по Индії, Сказочной стране, А где мы только вместе не скитались, И в теснате отлично уживались. И по волоку шли мы лезь по чей-нибудь балкон, Да, мы так и прыгали и спали. Надо вам сказать, что этот белый слон Был необычайно музыкален. Карту мира видели вы наверняка, Знаете, что в Индии тоже есть река, Мой слон и я питались соком манго, И как-то потерялись в дебрях ганга. Я летался по реке, Забыв еду и сон, Безвозвратно подорвав здоровье, А потом сказали мне, Твой белый слон Встретил стадо белой слоновья. Долго был в обиде я, Только вот тена, Мне владыка Индии Вновь прислал слона В виде украшения для трости, Белой слоной и слоновой кости. Говорят, что семь слонов, И ведь хороший тон, На шкафу, как средство от напастей, Пусть гуляет лучше в белом стаде Белый слон, Пусть он лучше мне приносит счастья. Пусть гуляет в белом стаде Этот белый слон, Пусть он лучше мне приносит счастья. Первый раз, конечно, в жизни Я услышал песни Высовского, Будучи, наверное, мне было лет 8, Наверное, еще. И это было в автобусе, Мы ехали там к бабушке, Это была, может быть, плохая запись, Сука, все, в принципе, по Союзу это ослушали. И как-то так, вот, особенно веселые песни меня задевали. Вот такое ощущение, что это какая-то сказка. Вот человек настолько глубоко сцепляет Какие-то струнки души. И вот это как-то запомнилось так. И, конечно же, по жизни меня эти песни сопровождали. И где-то в 2010 году Мне захотелось взять в руки гитару И что-то поиграть такое. И в дальнейшем, когда вот какие-то мелодии Я уже играю, вот, бывает в жизни Очень тяжело, там сложно, трудно. И поиграешь с Ивановича И легче встает. Все-таки его Его песни — это, в первую очередь, смысловая нагрузка. Потому что, если человек честен, И люди это всегда понимают И всегда это приветствуют. Потому что Сложно докопаться до души человеческой, До этих страданий. И вот когда человек находит нужные фразы, Нужные какие-то ноты, Люди это чувствуют. И поэтому мы сегодня здесь, И поэтому мы все помним. Ну, для меня лично Песня Владимира Семеновича Это крик, крик души. Это ритм благородного сердца Под семиструнную гитару. Один музыкант Объяснил мне пространно, Что будто гитара Свой век отжила. Заменят гитару Электроорганы, Электророяль, Электропила Гитара опять Не хочет молчать. Поет Ночами лунными, Как в юность мою Своими семью Серебряными струнами. Я слышал вчера Кто-то пел на бульваре, Был голос уверен, Был голос красив. Но, кажется, мне Надоело гитаре Звенеть под его Залихватский мотив. Гитара опять Не может молчать. Поет Ночами лунными, Как в юность мою Своими семью Серебряными струнами. Электророяль, 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 Мне, конечно, не пара, Другими появятся С песней другой. Но, кажется мне, Не уйдем мы с гитарой, Заслуженный и Нежеланный покой. Гитара опять Не может молчать, Поет Ночами лунными, Как в юность мою Своими семью Серебряными струнами. Высоцкого узнали, Как говорится, Все играли во дворах На гитарах, правильно? Ни для кого не секрет, Что Высоцкий Не сложен для игры На гитаре на самой, Но сложен для Слушания и воспроизведения. Я услышал его, У меня друг принес Как-то кассетку. Ну, кассеты же ходили Там туда-сюда, правильно? Потому что Покупить что-то новое Тоже было тяжело И как бы, ну, Все втыкалось Как бы импорт, экспорт. Ну, песню Высоцкого Слушал и первая песня, Которая меня зацепила Это в Ленинграде-городе У пяти углов. Я почему-то сравнил Пять углов у нас есть В Ленинграде, Ну, я думаю, нифига себе, Может, он из Черениговской. В Ленинграде-городе Как везде такси, Но не остановите, Даже не проси, И даже если очень пьешь По пьянке, Не захочешь, отойдешь К стоянке. Вдом глубокий, Руки шире, Не спешите. Три, четыре. Под раздуха грация И пластика. Общее укрепляющее, Утром отрезвляющее, Если же пока еще гимнастика. Общее укрепляющее, Утром отрезвляющее, Если же пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, Лягте на пол, Три, четыре. Выполняйте правили на движение, Прочь влияние извне, Привыкаете к навесне, Вода глупокий, Да и за ним мошения. Опа! Прочь влияние извне, Привыкаете к навесне, Продом, да и за ним мошения. Мне дуже рідко Випадает нагода Заспевати Тих, кого я люблю, На чьих песнях я вырис, Чьи песни были для мене Ориентиром в житті, На кого я рівнявся. Кто-то высмотрел плод, Что не спел, не спел, Потрусили за стволом, Упал, упал. Вот вам песня о том, Кто не спел, не спел, И что голос имел, Не узнал, не узнал. Может быть, судьбой нелады, Нелады, и сослужим плоди дела, А тупая струна на лады, На лады, С незаметным изъяном легла, Он начал робко с ноги до, Но не допел ее, не до, Не дозвучал его аккорд, Аккорд, и никого не вдохновил, Собака лаяла, котот, Маша лаяла. Смешно, неправда, Смешно, смешно, А он шутил, не дошутил, Не дораспробовал вино, И даже не так пригубил, Он всего лишь затеивал спор, Спор, неуверенно и не спеша, Словно капельки пота, Испор, 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 Испод кожи сочилась душа, Душа, Только начал дуэль на ковре, На ковре, Еле-еле два заступил, Он еще чуть-чуть осмотрелся в игре, И судья еще счет не открыл, Он знать хотел все обидон, Но не добрался он не тот, Не до догадки, Не до дна дна, Не докопался до глубин, И ту, которая одна, Не долюбил, не долюбил, Не долюбил, не долюбил, Смешно, неправда ли смешно, Смешно, А он спешил, не доспешил, Осталось недорешено Все то, что он недорешил, Ни единою буквой, Не лгу, не лгу, Он был чистого слуга, 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 Он писал ей стихи на снегу, К сожалению, тают снега, А тогда еще был снегопад, 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 И свобода писать на снегу, И большие снежинки, Град он губами хватал На бегу, Но к ней в серебряном ландо, Он не добрался и не тот, Не добежал, бегу, бегалец, бегалец, Не долетел, не доскакал, А звездный знак его телец, Холодный Млечный Путь, Холодный Млечный Путь, Богал. Решили собрать всех друзей. Я обзвонил всех своих любимых бардов. Они дали добро. Это радость для всех. И понимаете, ну как без Высоцкого? Без Высоцкого нету бардовской песни, без Высоцкого нету песни, без Высоцкого нету души, нету философии, нету духовности, нету ничего. И нам сегодня его сильно не хватает. Поэтому я так надеюсь, что это будет традиционно. И не обязательно, чтобы это были круглые даты. А чтобы это был постоянный вечер памяти Высоцкого на его день рождение. На останок вечера усі заспевали добровідому пісню Володимира Высоцкого «Большой каретный». Писажки «Большой каретный» 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 Субтитры подогнал «Симон»